Добрый день, дорогие друзья, уважаемые товарищи! На этой неделе наша фракция депутаты и слушатели из Центра политической учебы посетили совхоз имени Ленина, которым озвавляет Грудинин Павел Николаевич, лауреат Ленинской премии, один из самых талантливых руководителей. Рядом с Москвой все увидели зону социального оптимизма, увидели уголок российской жизни, достойный труженика и человек. Ходили с восторгом, смотрели, как организовано производство, где средняя зарплата 77 тысяч рублей. Удивлялись детскому саду, который является сказкой и в который мечтают жители отправить своих детей, где не надо платить сумасшедшие суммы. Увидели школу будущего, где русско-советская методика объединилась современными технологиями, где полностью воспроизведен цикл трудового полноценного обучения. Когда Павла Николаевича спросили, в чем секрет вашего успеха, а это хозяйство пытались несколько лет засудить, убить, распродать, уничтожить, не удалось, ибо весь коллектив встал на защиту социалистических ценностей и своей настойной мирной уважаемой жизни. Павел Николаевич сказал, секрет простой, перестаньте врать и воровать, начните уважать тружеников и каждый день достойно работать. Я хочу сказать, что в олигархической стране, где власть принадлежит олигархии и вороватому чиновничству, невозможно построить такой коллектив в каждом регионе. Но у нас есть примеры, примеры социалистических предприятий, которые даже в условиях олигархического бандитского капитализма, в условиях варварства, тем не менее, держатся достойно и показывают пример. Они являются зародышами социалистического образа жизни и того будущего, которое несет наша партия и Народно-патриотический союз. Хочу напомнить вам, что почти 10 лет назад олигархический капитал Америки обвалил всю планету, кризис охватил 200 стран, но глубже всего в этот кризис погрузилась наша с вами страна, Российская Федерация. За последние 5 лет мы потеряли 8% валового производства и досчитались почти 40 триллионов бюджета, потеряли 3 бюджета. И сегодня, когда говорят, что-то растет, ничего не растет, кроме по-прежнему выкачивания основных ресурсов из недр нашей страны и обогащения олигархии. За прошлый год российская олигархия увеличила свои капиталы на 200 миллиардов долларов. Граждане обнищали почти на 20%. Ситуация сложилась кричащая, когда одни богатеют, а бедняки продолжают беднеть. Три четверти страны живет на 15-17 тысяч рублей весит, заплати коммуналку, купи таблетки, еду, и тебе не останется на ботинке обновления своего гардероба. Я хочу прямо сказать, при том бюджете, который навязывает Единой России на ближайшие 3 года, это в размере 13-14 триллионов рублей, ничего развиваться не может. Не решат проблемы необманутых дольщиков, не решат проблемы ни униженных детей, ни обиженных стариков, ни тех детей войны, которые еле-еле выживают на этих условиях. Наша команда подготовила качественный новый бюджет в 25 триллионов. Мы подготовили закон, по которому можно национализировать завтра все природные ресурсы и направить их на развитие нашего производства, промышленности, села, науки, образования и поддержать каждого человека. Мы подготовили закон, по которому можно послезавтра ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность и получить дополнительно 3 триллиона, тем самым гарантировать удвоение пенсии, стипендий и оказание помощи многодетным семьям. Мы подготовили закон, по которому можно ввести прогрессивную шкалу налогов, она есть во всех крупных странах. И это даст еще дополнительно прибавку 3-4 триллиона рублей. Это будет полноценная касса, которая позволит решать эти проблемы. Уверяю вас, Единая Россия не будет решать эти проблемы. Мне казалось, что они сделают выводы из трагедии 1991 года и из трагедии Украины. Ничего похожего. Но мы должны с вами видеть очередную опасность, которая стоит за плечами у каждого из вас и в целом у нашей страны. Сегодня компрадорская олигархия, антисоветская жириновщина и русофобская навальщина объединяются для того, чтобы снова на престол в стране и в правительстве внедрить кудриных, чубайцев и им подобных. Уверяю вас, это будет страшнее и опаснее двух предыдущих бед. Готовясь к столетию, мы должны помнить о том, что в феврале 2017-го промышленники и рабочие, крестьяне вышли и восстали против царизма. Но власть присвоили буржуи и олигархи, которые отставили интересы банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка и продолжали империалистическую бойню. Лишь советская власть, лишь мудрость Ленина, лишь воля Сталина позволили воссоздать великое советское союзное государство, где труд справедливый и дружба правили. В 1991 году нас обманули, когда заявляли, будет больше социализма и демократии, а пришла спившаяся, разложившаяся вороватая команда Ельцина и Гайдара и Чубайцев, которая спустила собственность страны ниже 3% реальной стоимости. Сегодня, если мы не объединим народно-патриотические силы во главенском партии, завтра будет российский Майдан, где снова Навальный, эта сволочь, придет к власти и дальше будет душить нашу страну. Впереди у нас с вами активное лето. Каждый должен проявить мужество и волю, готовясь к сентябрьским выборам и одновременно готовясь к столетию Великого Октября. К нам приедет 150 партий со всего света, представители стран мира, мы в Ленинграде, Питере, в Москве проведем встречу, обновленный социализм 21 века под флагом Великого Октября и нашей победы. У вас должна быть уверенность, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Ура! Даешь народное правительство! Даешь народное правительство!